Сегодня призывников начали отправлять у воинские части. Во Узброенные Силы Республики Беларусь и иншие воинские формирования с Гомельского областного сборного пункта на службу в Брест едут около 200 юнаков. Про тяг темы в сюжете наших корреспондентов. До урочистого построения по годы. Для ворота у Гомельского областного сборного пункта родные и сябры призывников. Близкие зауважно хвалюются. Меж тем, будучи новобранцы завершают проходжение кончатковой медкомиссии. За день урочам треба проверить каля 200 юнаков. Все ребята, которые пришли на областной сборный пункт «День отправки», практически прошли комиссии отобранных. Кто был негоден, они уже списаны, как говорится, в запас ранее. А сегодня все ребята признаны годными. Перед урочистым построением – репетиция. Новобранцы робят по пляцовцы круг за кругом, а снег тут же заметает следы от покулящи цивильного обутку хлопцов. Худкены будут маршировать уже у военных ботах. С каким настроением отправляетесь и в телевоскак, которое хотели? С настроением позиционным. Но войска, да. Я в ВДВ сам, можно так сказать, напросился. И вот я доволен тем, что отправили. Куда отправитесь конкретно? В Брест, да? Конкретно, да, в Брест, получается, часть 92-616. Виклику на призывные комиссии Беларуси гитой осенью подлягает коля 70 тысяч юнаков. Зараз у военных комиссариатах завершается медицинский огляд призывников. Уже вынесено из-выш 50 тысяч решений. По разных причинах 25 тысяч молодых граждан отримали от терминовки от проходжения воинской службы, основным для протягива учебы. Всего планируется направить на комплектование войск других войск воинских формирований около 13 тысяч человек. Сегодня первый день отправки. Планируется отправить со всех областных сборных пунктов и сборного пункта города Минска порядка 1200 человек. Из них 190 со сборного пункта города Гомеля. Пополнение будет направляться вооруженные силы, органы пограничной службы, органы государственной безопасности, транспортные войска и внутренние войска Министерства внутренних дел. Принятие военной присяги, но при высшем пополнении вооруженных силы пройдет 15 декабря этого года. Восинский призыв проходит без особливостей и нового ведения. Колькость новобранцев отвечает за потребенности у их, у Збройных сил и других воинских формирований Украины. Завершится призывная кампания «ПРАЗ-2» недели.